Значит, сегодняшний семинар предлагается посвятить памяти Аркадия Бориса Стругацких, особенно Бориса Стругацкого, который умер 19 ноября прошлого года. Взять всего лишь одну тему из многочисленного наследия. Это тему о люденах, или о сверхчеловеке, или о другом человеке, о дальнейшем развитии человека. Вообще говоря, я полностью согласен с Переслегиным в том смысле, что именно Стругацким принадлежит единственный позитивный образ будущего. Не существует никакого позитивного образа будущего, ни в какой мировой фантастике, я здесь с ним согласен. Единственный, как он называет, не антропийный, это, конечно, образ будущего, который существует у Аркадия и Бориса Стругацких. Вот он изложен в книге, там, полгода, какой там, 21 век или 22 век, или 23, не помню, какой там век у него был слабый. Какой бы по счету. Конечно, это образ, который там изложен. Ясно, что с определенной точки зрения это самое, что у него есть настоящий ад. Например, с точки зрения христианина, понятно, что это настоящий ад. Ну почему? Потому что люди занимаются наукой, люди друг друга любят, друг друга мучаются угрызениями, совестями, потому что какая-то странная игла попала в какого-то человека, в какого-то существа, который, скорее всего, разумный инопланетянин. Но там невозможна, скажем, любовь к Богу, то есть любовь к Иисусу Христу. Ясно же, что это самый настоящий христианский ад. Все счастливы, все очень здоровы, все занимаются познанием, но любовь к Христу невозможна. Тем не менее, можно сказать, что подобного образа... Ну, наверное, лукавство есть. Возможно, без счастья. Любви к Иисусу Христу. Да, без любви к Иисусу Христа. Как люди живут в метро под землей и ждут друг друга, или в другую форму антиутопии. Либо она пытается продлить все настоящее социальное отношение в будущее. То есть обычно фантастам всегда гораздо лучше удается подсказать новые технические изобретения, чем подсказать новые технические социальные устройства. Это вот такой закон. Вот у Стругацких, скорее всего, начал этот парад первым нефремов, у них есть единственная позитивная картина мира, которая выглядит как позитивный, которая резко отличается от нашего. Хотя, если мы к ним внимательно присмотримся, это всего лишь рай научного сотрудника, скорее всего, младшего научного сотрудника, из института, он с середины конца 60-х годов. Вот так он выглядит. Мусульмане направятся в прохладное место, живя всю жизнь в пустыне, и будут ласкать там вечный детственный гури. А научный сотрудник отправляется в мир в Братил Стругацких. Это его рай, такой своеобразный. А почему только научный сотрудник? Вообще интеллигент? Ну, возможно, возможно. Может быть, и вообще интеллигент. Хотя я в этом не совсем уверен, конечно, вообще нет. Это рай шестидесятников. Но у него есть одна первоначально сильно отличающаяся тема, про которую хочу сказать, что, на мой взгляд, она возможна, я даже знаю, как это будет. Это так называемая Людена. Вывод на это в одном единственном романе, называется уже достаточно поздний, по-моему, 85-86 год он написан, «Волна гостя третьих». Это у нас состоит в следующем, что человек не является окончательной формой эволюции. Эволюции, возможно, так называемое движение дальше. Какая новая мысль-то, а? После нитши-то какая великая новая мысль? Да, да. И вот с нитши мысль, новую удивительную мысль, новую, необыкновенную, по сравнению с нитши, мы будем попытаться... А я сказал, даже с Дарвина, да? Как бы так? Да, пытаться понять, кто он такой. Значит, Люден, это означает того, что он не Люд. Люден, не Люд. У них один из первых, как говорится, в романе был Павел Люденов. Поэтому это еще так. Ну вот он не Люден. В чем состоит... А почему же он не сверхчеловек? Почему все равно не Люд? Да, он не Люд, потому что он совсем не человек. Но сверхчеловек тоже вроде как бы сверхчеловек, да? Не человек, но все это сверхчеловек. Значит, как традиционно понимается сверхчеловек? Традиционно сверхчеловек понимается как некое существо, очень похожее на нас, только лучшее. Нет. Неправильно. Сверхчеловек отличается от человека точно так же, как человек отличается от обезьян. Я цитирую просто ниши. Разница именно такова. Насколько мы превосходим обезьян, настолько человек должен превосходить нас. Не в смысле количества. Мы обезьяны, не в смысле количества превосходим, конечно. А в смысле чего мы его превосходим? Давайте подумаем. Это же некая аналогия. Ну давайте, давайте. Я-то как раз в Сургатске от ниши чем отличается. Тем, что у ниши отличие по сути дела количественное, я утверждаю, а у людей оно не принципиально качественное. Нет, это как бы вращение. Ну не ниши. Ну давай, что такое сверхчеловек ниши? Прототипом является белокурый эйвейский. Является белокурый эйвейский его прототип? Да. Ну отлично. Что это? Это не прототипом, а своего рода предвестником. Нет, там на самом деле речь идет о свободных бумах. Нет, сначала речь идет о свободных бумах. Сначала надо освободиться из старых ценностей скинуть. Чтобы народилось нечто новое, сначала надо освободиться от старых. В ценностях я хочу тоже заметить. Эта ситуация касается только ценностей. А потому что ценности нас ограничивают. Потому что для того, чтобы удвинуться дальше… У сверхчеловека сколько будет? Пять, шесть, семь, две? Никаких таких разговоров не ведет речи. Вообще, есть мнение, что сверхчеловек – это вечная цель. Когда люди достигнут еще более высокого состояния, сверхчеловек – это как бы недосягаемая цель, как передусник, морковь. Как я понимаю, у Ницше все-таки у сверхчеловека две ноги, две руки. Ну а чем плох образ сверхчеловека, как Иисус Христос? Ну у него тоже две руки, две ноги. Да это не важно, на самом деле. Если ты сейчас скажешь другую тему, что можно будет сделать биороботов каких-то там, или наоборот, киборгов, да там… Три руки, три ноги. Ну не важно. Это все не важно. Это то самое количество. Вот это все то же самое количество. Поэтому я и говорю, что по большому счету, как понише я понимаю, человек, достигшего какого-то более высокого интеллектуального уровня… Да, самовыражение творчества. Нет, это не правда. Я же тебе объясняю, что… Ну расскажи, я просто плохо знаю. Я же сейчас сказал. Главное удерживайте в голове аналогию между соотношением между человеком и обезьян, на самом деле, и сверхчеловеком и человеком соответственно. Да. Удерживайте. Но! Но надо каждый раз понимать, что сверхчеловек – это недосягаемая цель. Потому что на каком бы состоянии движения мы не были, сверхчеловек всегда будет оставаться. То есть это… Мы движемся, мы от обезьян уходим, а сверхчеловек точно так же, как и досягаемая цель остается. Поскольку вот эта вот исходная аналогия, она вечная. Суть состоит в том, что мы просто бесконечно двигаемся, понимаете? Ну а у стогатских? А? Я не знаю. Почему отказ от старых ценностей является движением вперед? Это не чисто. Надо с этой скинуть оковы. Это не юг. Почему так половину заковать себе новую окову? Правильно. Так и говорится. Буквально так и говорится. Для того, чтобы достигнуть какой-то цели, берут на себя какие-то обязательные оковы. Но хочу обратить внимание. Он достигает эту цель, оковы снимают? Да. И что в следующей цели? Именно об этом речь идет. Речь идет именно о ценностях. А почему? Нет. Потому что сверхчеловек, как я всегда утверждал, это всего лишь такой филолог. Но я вам еще раз объясняю. Пропорцию возьмите. Вы все математики. Не, но если человек поменяет ценности... Послушай, послушай, было. Если человек будет только поменять ценности, он от этого не станет так же отмечаться от обезьяны. Нет. Еще раз. Вы приемли с ценностями. В нашей программе. Почему не с ценностями? Ты послушай мысль-ка. Если мы одни оковы снимем ценности, а другие в него вложим, это все равно будет тот же самый человек. И отличие от окова, как у человека отличается от обезьяны, так вот этот сверхчеловек от человека не будет отличаться. Для того, чтобы отличаться вот настолько существенно, как человек от обезьяны отличается, тут недостаточно, чтобы ценности поменять. Значит, отличие в интеллекте должно быть принципиально. Да, все. Все имеется в виду. Просто именно ценности – это один из препятствий сильных. Да. Он еще более умный. Он еще более умный. Это вообще не так. Сверхчеловек меньше. Он еще более умный, да? Или он еще более умный? Я еще раз говорю. Ты все пытаешься меня спросить в количественном отношении. Никаких высказываний в количественном отношении нет. Речь идет просто о некоторой цели, которая… Я понял. Ну ладно, скажи. Речь идет о некоторой цели, которая всегда светит впереди. И сколько бы ты к ней ни шел, она всегда будет светить. Вот представьте, поставь себе какую-нибудь цель. Допустим, вот христиане поставили себе цель обожиться. К ней можно бесконечно двигаться, но никогда ты ее не достигнешь. Понимаешь? Ты можешь сколько-то угодно двигаться, но достигнуть ты ее не можешь. Но суть и состоит в том, что движение – все. Понимаешь? Движение – все. Конечная цель несущественна. Я понял сверхчеловека Ницше вот так, что Ницше не знает, что такое сверхчеловек. Но Ницше четко говорит, как говорил Заратов, что тот человек, который есть – это полный отстой. Он показывает, почему это полный отстой. Человек ничему не способен. Он бездеятель, он болтун и так далее. Он ничего не может. Он может только жить, как он живет тысячи лет, так и продолжать жить. Никуда двигаться вперед он не может. Ницше это очень хорошо показывает. Ну что такое сверхчеловек, он не знает. Он как нигерист, он только расчищает место. Это уже есть. Надо все переломать и закопать. И куда-то там пойти потом. Ну это упрощение. Подожди, подожди. Для того, чтобы куда-то пойти, он не нашел ничего лучшего, как первым делом все наши ценности разломать, раскидать их как бы, а там что Бог даст. Ну а у Стурганских? Ну а у Стурганских не знаю. Я не читал просто этого. Влад, а ты за что думаешь? Я же говорю не про Стурганских. Сначала надо про Ницше это сказать правильно. Суть же не в этом состоит. Понимаешь? Для того, чтобы оценить, почему современный человек чем-то плох на самом деле, надо на него взглянуть именно глазами Ницше. А Ницше был античником. И он видел образцы человека в античности. Там Древней Греции и Риме. И они превосходили те образцы, которые он видел сейчас. То есть это как бы… А чем превосходили? Мы были бы свободны… Надо больше читать, наверное, что произведение «Аттичный Гриб», и ты поймешь, я тебе буду сейчас рассказывать, чем превосходили, да? Довлестью превосходили. Ну взять Аристотель. Ты знаешь, например, что раньше, в принципе, книг как особо не было, и все трактаты, которые ты слышишь, философские, все они вот так вот докладывались, садились люди и начинали обсуждать эти доклады, это трактаты устно. Устно, понимаешь? Была… Люди, в принципе, ну не все, конечно, но выдающиеся представители греков, да, там, среди философов, математиков и прочего, ни в какое сравнение не могут сопоставиться с нашими учеными. Но это сравнительно. А в чем-то их превосходят? В силу своих способностей. Потому что наши ученые, это ученые предаты книге, компьютере, ко всему другому. Вы ведёте его в чисто поле и спросите, что он знает, и вдруг выяснится, что он знает, что 2х24, конечно, а больше, что он знает. Но это не так. Ну это не так, я утрирую, конечно. Но в некотором смысле это так. Потому что это современный ученый, но не надо всё знать. Ему надо просто знать, где посмотреть. Ну ладно, короче, хорошую память это ещё не ничего. Да дело не в памяти, и во всём другом смысле довольности. То есть видите, разобрались, что у Ницше, его прототип, его сверхчеловека, был человеком личности. То есть в этой метафилологии середины 19-го века наковырялись… Да не так, это тоже. Ну это всё утрированность. Потому что Ницше сам даже над этим смеялся. У него есть такой трактат, связанный с историей, что до истории всегда мыслит спеть. Потому что все его образы, которые он берёт в качестве примеров, они находятся в прошлом, и он и мыслит точно так же спеть. Ну ладно. Ну Игорь, ты пойми, Ницше же тоже такая же обезьяна, как мы все. Выше правовы не сказать, что такой сверхчеловек. Ну не может. Ну вот, ну хорошо. А по поводу этого я вспомнил, что я хотел сказать. По поводу он не может сказать, и никто не может, и никогда… И если бы он мог это сказать, то это бы опять, как он… перспективы-то его высказывали было бы из нашего времени, но всё равно сказал бы только о том человеке, который… Да. И важно понимать, я вообще постараюсь рассказать, что сверхчеловек к Ницше не имеет никакого отношения. Он гораздо сильнее, гораздо радикальнее… Он совсем другой, он совсем другой… Он совсем другой. Для Ницше, по большому счёту, вот этот тезис очень важен, для него это как бы была обезьяна, появился человек, появится сверхчеловек. Что-то другое. Мы видим, что на этом ряду между человеками и обезьяной разница невелика. Поэтому и сверхчеловекам, и человекам тоже разница будет невелика. Понимше она с самого начала мала. Ну странно, ты высказываешь некую странную вещь, так как бы… Вообще говоря, разница между обезьяной и человеком существенно немала. Это оценочная точка зрения. Как раз между люденом и обычным человеком разница гораздо больше, чем между обезьяной и человеком. Мне просто интересно, поскольку только что звучало, что нельзя высказать, что такое сверхчеловек, но выскажи, что это люден. Значит, смотри… С нашей позиции выскажи, мне просто интересно. Она из интересных точек зрения, я сургански художественным образом пытаюсь… У меня в голове наработает компьютер… Пытаюсь… Пытаюсь… Последний навороченный компьютер, да? И память… Очень полезно иногда классические произведения хотя бы на них заглядывать и хотя бы немножечко читать. Хорошо. Я вообще предлагаю, ввиду полной некомпетентности всех присутствующих, не читавших ничего. Так, а я тоже могу тебе сказать, а Ницше бы тоже надо было немножечко читать? Немножечко читать? Не, ну просто… Нет, что я бы, как говорил Заратустер, Ницше-то надо читать глазами. Ну так я же что-то читал, пока… Ну что ты читал, не знаешь, что такое сверхчеловек? Вот сверхчеловек – это просто как бы обезьяна с гранатами. Хорошо, обезьяна с гранатами. Нет, а что такое у тебя? То есть ты говоришь, я про них ничего не знаю, но как бы сургатского вы не читали, и вы некомпетентны. Молодец. А ты тоже так же некомпетентен, наверное, Ницше. Ну и давай сейчас спорить… Хорошо тогда, но мы сегодня говорим о стукатском или о Ницше? Ну что ты так горячишься? Про своих людей, расскажи, чем они такие особенные. Да, расскажи действительно. Вот я предложил альтернативу сверхчеловеку Ницше – Иисус Христос. А ты расскажи о людене. Значит, о чем мы о ней очидаем? То есть они обмираются на определенного рода психологическую вещь. Так называемую, они называют ее третьимпульсной. Понятно, что это всего лишь фантастика. Что типа есть какая-то импульсная психика человека, и она растормаживается. После этого люден прекращает вообще что-либо еще быть человеком. Говорить о нем, как о очень умном человеке, невозможно. Он просто с человеком не сопоставим. Никак. Ни в какой смере. Говорить от его каких-то физических качеств. Можно маленькое замечательное? То есть Бог – это тоже прецедентно. И говорить о нем вообще невозможно. Точно так же. Он же не человек, и все другие высказания на «не». Правильно, правильно. Твой люден – это что? Именно апофатическим, и именно Астугаски пытаются задать его в апофатическом смысле. Твой люден – это ничто. В апофатическом смысле они его пытаются задать. Правильно. Ничто. Это некое ничто. Точно так же как абсолют, точно так же как любое транседентное. Любое. Важно вич себе, неважно что. Ты от меня хотел хотя бы в одно предложение услышать про люденов. Я сказал полпредложения. Вместо этого ты разразился какой-то этой штукой опять про люденов. Ну давай не будем слушать. Чего? Фигнё это страдать? Ты сегодня пришёл в боевом настроении. Ты не хочешь слушать. Вместо этого ты хочешь нести всякую чушь о нишенском сверхчеловеке. Ну расскажи давай. Нет я не буду рассказывать. В какой статье я буду рассказывать? Уже. Возьмёте и сами прочитайте. Волны красит ветер. Там и рассказывает. Игорь, это детский сад не удалось-то. Ну какой детский сад блин. Ну вот пришёл сегодня и ты пытаешься это сегодня весь вот как пришёл в боевом настроении пытаешься семинар втоптать в эту... Извините меня. Ты говоришь про нишу. Я защищаю нишу. Мы вообще говорим... По умолчанию каждый из нас защищает позицию. У тебя ниша почему-то придурок. Ты начал с того что вот есть придурок ниша. И такой умный этот стругацкий. Я противопоставил. А я считаю наоборот. Какой-то стругацкий пенёк там например. Для меня ниша. Ниша. Давай докажи, что это не так. Чего тут такого особенного-то? Ниша. Просто придурок не озвучало. У него ниша... Ну не придурок. Можете прокрутить там. Да кстати. Особенно оценка была ниша. Это вот типичный пример так сказать того как мыслящий человек становится жертвой исторических фантазий. Нет. Да конечно. Я няча. То есть вот человек так сказать как бы создал себе некий так сказать идеал и на базе этого идеала так сказать спрогнозировал сверхчеловека идеал взятый как бы из фантастической литературы. То есть из созданной писателями там от эпохи Возрождения до 19 века античности. Давайте я как бы пройдет немного про сверхчеловека расскажу тогда в этом аспекте. Здесь сверхчеловек это идея этики. Никакого отношения к никаким литературе не имеет. Есть две идеи этики. Первая идея этики, которая говорит о том, что цель тебе ставит, этическая цель, довольно достиженная. Допустим, ставится цель не убить, да? И ты на самом деле понимаешь, что ты можешь не убивать и эту цель легко осуществлять. Эта этика как бы, она имманентна твоему как бы жизненному пространству. И ты спокойно можешь жить и быть этическим. Это первый вид этики. Второй вид этики тебе ставит недостижимую цель. Ты в принципе ее достигнуть не можешь. Но зачем она ставится? Она ставится потому, что этика как бы хочет быть сверх этикой, да? Она хочет на самом деле руководствовать тобой не только в смысле того, что ты можешь, но она хочет тебя как бы нацелить в сторону, не надо, не надо. Садись. Надо, надо. Она хочет тебя нацелить в сторону как бы целей, которые сверхчеловеческой. Человеческой. Вот, условно говоря, допустим, спортсмену говорят, давай ты, допустим, будешь прыгать там на десять метров. Он не может этого сделать, но он если будет стремиться к этому, если он будет прикладывать все усилия, чтобы попробовать достигнуть эту недостижимую цель, он прыгнет, скажем там, не знаю там, на девять метров. Понимаешь, тогда получается вся мысль ниши сводится к тому, что будьте сильнее, умнее и так далее. Не вся мысль сводится, а в частности простых человек. Не вся мысль. И за пределами морали еще. Буквеннее, сильнее и быстрее, и за пределами морали. Еще раз, ребята, я все понимаю, конечно, что можно легко утрируть любую мысль, но на самом деле логика вот та, о которой я рассказываю, что это просто другой вид этики. Она за пределами морали то этики и монеты. Она призывает человека двигаться дальше, дальше. Не остановиться на каком-то уровне и достигнув этого уровня, почти в комфорте, а двигаться дальше. Поэтому его ученик совершенно правильно думал, что очень важные вещи надо превзойти. Например, надо лично сжечь людей в конце концов. Это явно начало построение нового сверху. Я могу сказать, что это этика, которая призывает достигать цели, которые сверхчеловеческих возможностей, она в том числе и христианская. И если ты будешь додумывать это, то христианство – это такой же фашизм. Говорить человеку «обожитесь», да, говорить человеку «сделайте невозможное» – это точно так же. Прошу прощения. Все-таки в христианстве можно обвинять во чем угодно, то, что люди собираются обожиться или стать кем-то еще, но оно хоть не призывает подняться над этикой и моралью тем способом, что просто брать и уничтожить людей. Подожди, про других людей забудьте. Вообще мы сейчас говорим, что фашизм не состоит в том, чтобы уничтожать других людей. Понимаешь? Фашизм состоит в том, на самом деле, чтобы требовать от человека, чтобы ставить человека трансцендентную цель. Цель, которую, в принципе, недостижима. Вот что бы человек ни сделал, хоть он выпрыгнет от своей кожи, он достигнет этой цели. Не может. Это просто... В этом состоит проблема. Это далеко не... Сверхэтическая проблема. Можно ли человеку, этично ли человеку ставить такую цель? Очень тогда у тебя получается практически все. Даже обучение в школе, это, по большому счету, фашизм. Нет. Обучение в школе не ставит, нет этой цели. А почему? Сидит и сидит человек, он даже читать не умеет. Ему ставят то, что совершено. Невозможно качество. Суть состоит в том, что читать он научится может, а стать Богом ты можешь, стань Богом. Стань Богом. Ты не можешь никогда. Никакому. Дай тебе хоть что-то дать. Любую возможность. Не можешь. А научиться читать ты можешь. И рядом есть родители, учителя, которые этому научились. Ты можешь прыгнуть там далеко, бегать ты можешь начать. Спортно можешь заниматься. Ты можешь первые места занимать и прочее. Ты можешь этого, потому что другие бежали занимать. Если я скажу, что я не за 11 долларов, секунд бегать на метровку, а за 10,5, это нормальному человеку, то есть 99,9 периодов не может, это будет невозможная цель. Любой человек, который занимается трёхкой атлетикой, он фашист. Нет, тут вопрос состоит в том, что, ещё раз говорю, что цель недостижимая, она трансцендентная, в принципе, теоретически, и если хоть кто-то достиг этого уровня, 10,5, то значит и ты можешь достигнуть, теоретически. А недостижимая цель состоит, стань уткой, прямо сейчас, вот здесь, бегать на метровку за 7, бегать на метровку за 7, это фашистская цель, но может быть, поскольку там, мы не знаем, как будет двигаться, рано или поздно этого достигнут, но вот ты не можешь стать сейчас, например, предметом стать или Богом стать, этого не можешь и никогда не сможешь, в этом проблема состоит. Нет, проблема как раз христианства состоит. Да он просто пытается заболтать. Я не пытаюсь, я просто говорю. Я простое различие вбёл, есть трансцендентная цель, а есть и монетная цель. Да, есть монетная этика, а я хочу сказать, что не каждая постановка перед тобой, трансцендентная цель, является фашизмом. Да, я согласен. Не является она, не каждая. Суть фашизма не в этом. Хорошо, пускай будет не так. Я на самом деле просто, у меня свое определение фашизма, оно начинается именно в этом, что сначала этики ставят недостижимую трансцендентную цель, а потом уже отсюда следуют выводы. Мы сейчас не фашизм обсуждаем просто, понимаешь? Да, любая религия фашизма. Подождать, и не будем сейчас обсуждать фашизм. Не столько как христианство, сколько буддизм. Буддизм это явно ненужная фашистская религия. Вы парили. Я еще раз говорю, что давайте сейчас как бы не будем, просто это заведет долго обсуждать. Это надо много что вам сказать. Это долго обсуждать. Почему это так, на самом деле? Потому что отсюда дело в следующем вопросе. В любом случае, в любом случае. Речь идет в первую очередь об неких этических целях, об этике. Поэтому он думал, что он не моралист, а на самом деле из Ницше моралист. Значит, объясняем, что смысл преодоления морали. Что это ставится трансцендентная цель. Но не цель, которая ставится во всех... Его ученики ее прямо на практике брали и трансцендентным образом преодолевали мораль. Очень удачно у них получалось. Жег деревню с народной семьи. Суть семинара состоит не в том, что ты просто угаски хочешь рассказать. А суть семинара состоит в том, что ты хочешь втаптать Ницше. Нет, я не хочу втаптать Ницше. Даже чуть еще. Я делаю лицо, мне Ницше это не жалко. Ну, втаптывай. Ты просто будешь смешно выглядеть. Ты просто, не считая Ницше, пытаешься что-то обсуждать. Ну, давай, давай. Хочу сказать, что есть и другая точка зрения. Мы же знаем, что пространство и время являются всего лишь формой восприятия для нас, людей. И вполне возможно, что у тебя есть такое существо, возникшее на базе человека, для которого пространство и время не являются универсальной формой. Мы знаем, я, например, не знаю этого. Вот это и есть люди. Да, мы, я этого не знаем, конечно, но ты это знаешь. Это Канг говорит, Канг говорит, что для нас людей, для нас людей, а? Это с вообразной точки зрения нечастного. Что пространство и время не являются этими, значит, нашими формами восприятия вот этого некого нового существа, возникшего на базе человека. Это чисто психическая деятельность. Если у нас пространство и время, это состояние нашего восприятия, то есть оно имеет дело какое-то отношение к психике. Ты можешь поступить с психикой нашим таким образом, что пространство и время для тебя они будут. Ну самое смешное, что на самом деле пространство и время никакими формами нашего чувства не являются, и значит, мы, получается, люди. Нет, почему они являются? Ну для тебя являются, да? Я просто пытаюсь интерферироваться. Ну я буду теперь по Канг тут семинару устраивать, что Канг не прав, что ли, мы сейчас это обсуждать? Ну вот давайте вот это интуиция, если действительно пространство и время, я пытался показать вам по Квантово-Механическим вещам, что это действительно так. На самом деле, из того, что ты говорила о Квантово-Механике, это не следует абсолютно никак. А почему? А вот эта самая штука с георгационной визии. А что? А когда мы ставим зеркало, становится непонятно, по какому пути у нас идет свет. Что он шел в банк? А это не значит, что пространство является формой нашего восприятия? Быть может, но это только у них, кажется, единственным образом можно эту штуку описать. Я не знаю, сомневаюсь, я вообще очень скептически относился. Это точно на что похоже? Похоже на то, как все можно объяснить ссылкой на Бога. А воле Божьей. А почему? Да, воле Божьей. А вот все понятно. Ну да. Это из этого уже разряда, поскольку… Нет, ну смотрите, сущность одного сверхчеловека мы знаем – это Иисус Христос. Сущность меньшего сверхчеловека мы не знаем – сущность Людена, можно сказать? Да, сущность Людена его состоит, что он находится за пределами неких форм и монет, присущих простому человеку. То есть мы тоже не знаем, не знаем его. Ну в известном смысле да, но в известном смысле мы его тоже, конечно, апофатически делали в записи. Там они из этого художественного образа сделаются, у них типа, когда Люден показывает себя на практике, у них стирается магнитофонная лента в записи. Да, смотри, вот еще есть такое развлечение, да, вот. Иисус Христос призывает все соблюсти и совершенствоваться, да. Ницше в сверхчеловек предлагает все разрушить, и начать все там с начала, очень эфиратской. Ну у меня… А Люден… Дай человеку сказать-то. А Люден чего-то хочет. А у него вот эта вещь, как я говорил, она не находится в логической плоскости. Он просто… Он просто существует рядом с людьми. Да, он просто другой. 2500 лошадиных сил. Да, да, да. Он… Я бы сказала, это разница в физиологии. Да, разница в физиологии, конечно. То есть вот если в случае с Ницше это разница в первую очередь в морали, то вот в случае с Люденами это разница в физиологии. На самом деле тоже богатые впечатления размышлений. Вот именно стык этот физиологии и морали, точно так же, как в начале говорилось, разница между обезьянным человеком. Ну конечно, можно любой обезьянным спросить, ну-ка стань человеком прямо сейчас. Да, это фашина. А вот как это фашина? Важно верить, что у обезьяна и человека разница в физиологии ничтожна. У человека обезьяна, разница в физиологии ничтожна. Это большая разница. Да нет, большая. Мне интересно. Темхождение еще очень большая. Потом при родах у человека голова больше. Да. И всем при этом разница она невелика. По сомнению между Люденом и человеком там разница принципиально. А робот как это? Не Люден уже будет, если робота сделает? Ну, не всякий. Хорошо. Сейчас можно сказать? Ну, допустим, можно все вообразить такое существо, у которого, скажем так, некие априорные формы восприятия, так сказать, отсутствуют? Или они какие-то другие? Да, другие, да. Ну и что, как бы, ну и в чем тут, как бы, что тут интересно? Ну, то это и интересно, что… Мне кажется, это должен быть стык в таком случае. То есть, если у тебя обезьяна-человек, следующий шаг – это уже сверхчеловек, который не только там, этически, морально, духовно различается, но и физиологически в том числе. Да, он принципиально отличается от физиологически. Ну, это, например, у тебя нет понятия близости и дальности, которые у нас есть в наших пространственных характеристиках. Поэтому для тебя содержание космоса и движения, ну, они же фантасты, да, космической эпохи, 30-х годов, движения с планетами, черными дырами, пульсарами, ты с ними как бы на «ты» рядом с ними. Потому что нет отсутствия близости и дальности. Космос в этом смысле их является диверсальное отсюда обитание. Ну, кстати сказать… Это бывает даже в человеческой оболочке в них, вот так в человеческой оболочке, в них требует большого труда. Я, кстати говоря, тоже считаю, что пространство и время не являются апрелленной формой. Ну, мне пространство и время нужны только для того, чтобы пытаться братьям Сулганским придать их человеку некую конкретность к людям. Вот эту конкретность я пытаюсь описать именно так. Они говорят о какой-то трекимпульсной, типа еще у человека есть четвертой и пятой импульсной, которая каким-то образом растормаживается. И после этого человек приобретает физиологически другие данные. А все остальное следует из его физиологии. Даже Ниша это понимал. Что очень много морального и нравственного следует из физиологии человека. – Не просто следует, а просто все, что Вы про физиологию говорите, все это у Ниши естественно есть. И он вообще даже хотел написать, не успел написать. Физиология, мораль. – Да. Вот, ну, по крайней мере. Поэтому разговор о морали здесь, о каком-то еще, о нравственном вторгении, вообще не идет. Еще раз, мораль это было только связано с тем, что это было для его понимания самое главное, как бы, самое главное тормоз, самое главное ограничение для того, чтобы человеку стать лучше. Но еще раз надо понимать, что просто с другой стороны, как бы, мораль является тем инструментом, из которого новые люди возникают. То есть надо одну мораль снять, как бы, да, там, условно говоря, Евангелие, а другую мораль, там, в принципе, Заратустаре, да, взять. Да, так и вот. Если интересно, то, что мы поменяем не мораль, а физиологию. Хорошо. Речь тогда становится, что для людей, на по большому счету, человек, и человечество с его возможностями, возможностями познания, чем еще, вообще не является нисколько интересным. Вообще никак. Оно никак к ними соотносится. Они же в других вещах. Из них людей по-стругацки, получается, там, 450 человек, там, из 20 миллиардов населения на тот момент. По-стругацки. Это вот такое принципиальное существо. И если мы вслед за Стругацкими, за Филиппом Диком и кучей других фантастов всерьез отнесемся к этому тезису Канта по поводу того, что пространство и время являются определенными формами восприятия, вот такая вот философская вещь, но пусть одно, определенная форма восприятия. Филиппа Дика, мы помним этот роман, у него при помощи определенных наркотических препаратов, ты понимал, ну, путешествует во время. Ну, потому что оно является в этом и этим препаратом. Если это вот так, то есть какое-то существо, а при помощи, ну, у них там было специальное облучение, может быть, просто какой-то препарат, мы это можем сделать. И то, что мы воспринимаем себя в пространстве и время, и то, что мы много чего не можем, например, я не могу прямо сейчас дотянуться до телевизора, потому что я в пространстве и время, потому что у меня две руки и две ноги. Ничего отношения к этому после этого к Людену не будет иметь никакого. Он существо, которое никак не заинтересован в человеке, которому Земля ему как таковая неинтересна, и он в этом смысле, в силу собственных особенностей физиологии, равен пульсарам, звездам, космосу, чего-либо еще. Ну, я просто добавлю, что теперь можете Людену брать и вместо Людена взять слово «абсолют», «бог» и так далее, и все остальное, и все то же самое можно сказать. Людену – «абсолют». Все-таки не «абсолют». Нет, дело не в этом. Он чем-то ограничен. Более совершенное существо. Речь говорит о том, что просто… Я бы сказала, что существо другого порядка. Все то же самое, когда мы говорим о людях. Вопрос совершенства – это крайне относительно. Все то же самое мы говорим о Боге, потому что мы все это говорим о Боге. Нет, о Боге, ну о чем он хочет. Причем отрицание. Людену ни в коем случае не становится для нас основанием бытия всего сущего. Да дело не в этом. Еще раз говорю, если мы по атическому богословию единственное содержание, которое мы можем высказать, это только что-то отрицать, то это отрицаемое, это можно как угодно назвать. Можно людейно назвать, можно абсолютным назвать, можно как-то ничто назвать, а можно просто там точку поставить. Это не важно. Поскольку отрицаемое, оно одно. Вот и все. И ничего о нем больше другого нельзя сказать. Не важно, как его называть. Ну, тем не менее, определенного рода качества, которое мы сейчас описываем, он же не полный, а по-профатически описывается. Он же не только по-профатически описывается. Он описывается еще как-то. И вот я пытаюсь представление о том, что мне чрезвычайно близко, то есть то, что пространство и время являются всего лишь формой нашего восприятия. То есть мы сами помещаем предмет, для нас являются формой предмета, и поэтому мы пространство. Я просто хочу высказаться, просто жду, когда ты это расскажешь. Ну, хочу высказаться. А ты уже десятый раз как по тому же самому пробу. Но он пытается пойти дальше, и ему надо начать эту прелюдию, чтобы пойти дальше. А ты его каждый раз перебиваешь. Нет, поэтому я не перебиваю, и что, черт? Ну, точно перебиваешь. Давай еще раз, и говори дальше уже. А дайте человеку высказаться, что он сейчас сидит и ждет. Ну, пускай, да. Я говорю, что, хочу сказать, что из того, что слон очень большой, из этого не следует, что он абсолют. Если человек сидит в чуме, вблизи Северного полюса, ну, грубо говоря, я не по имя иконе, ему рассказывают такой слон, а другой, чупчи, ему говорят, что ну, это же раз он такой большой, и с хоботом, то он абсолют. И вот это в смысле, как и слон, является абсолютом. Не является. Но это возражение, знаешь, со стороны, как бы, человека, который понимает, что и хотел бы сказать. Со стороны чупчи. Нет, ну, хорошо. Суть вопроса в следующем состоит. Я бы сказал так, что в силу того, что у нас техника была не развита в Советском Союзе, ну, или слабо, скажем, развита, наши фантасты могли фантазировать только на том, что вот физиологию как-то там поменяли. Там кролика что-нибудь там распилят, ему тоже что-нибудь засунут, и у него там что-нибудь вырастет, да. А на Западе, поскольку техника бурным терпением развивалась, там уже давно уже шагнули дальше, и рассматривали будущее там в аспекте того, что возникли какие-то роботы, роботизированные системы, там, киборги и прочее. И я подозреваю, что это чисто вот именно связано как-то с тем просто окружением, которое было действительно на Западе, и какое у нас. Потому что все, что ты говоришь о Людене, со всей этой физиологии, ну, обыкновенный робот или киборг, взять человека, что-нибудь внедрить, допустим, вставить ему там компьютер в голову, там, вот тебе, пожалуйста, уже физиологию поменяли, вот тебе Люден. Или там просто взять полностью робота, это в конце концов когда-нибудь, возможно, придумать, если мы можем, мы существуем, если мы не творение Божие, если считать, что мы произведение природы, в конце концов мы когда-нибудь таких же роботов создадим, вот тебе его будет полностью физиология другая у этого робота. Ну да, у швейной машинки... Если уж на то пошло, в западной фантастике, там, если брать того же, там, Шекли, Брэдбери и прочих, вот, там, марсианские хроники, вот сидит там человек, у которого полностью изменилась физиология. Но, тем не менее, мораль у него не изменилась, он, в общем-то, по сути, остался тем же самым обычным, слабым человеком. Это вот если только вопрос физиологии. Я просто говорю про роботов же, это... Как-то, кто там про роботов писал, там? Азик Азимов. Азик Азимов, да, эти законы робототехники и прочее. Как бы... Чем вам робота не нравится? Все что, обсуждать какие-то глупости о том, что у кого-то там физиология изменится, когда есть просто возможность полностью изменится, полностью, всю систему. То есть создать робота. Да, но с точки зрения Азимова... А он сам будет совершенствоваться, как хочет, он будет создавать себе органы, если ему нужно. Он будет создавать себе возможности, если ему нужно. Робота... Это, может, и роботы, это не следующая ступень после человека. Почему? Это не химия. Вы создали роботов... Бог создал человека, человек создал робота. Ну, что это такое? Для робота, с его точки зрения, это точно... Но про Бога, который... Точно такой же механизм, который точно так же себя ведет в нашем самом пространстве, в пленде... Нет, вы говорили про физиологию. Я же объясняю. Про человека, который создал роботов, все-таки сказано в той книге, ну, в религиях во всех, что, как бы... Горшок не может быть больше горшечника. Так же и робот. Можно только посмотреть на нашего человека. Пытается... Ну, больше вопрос... Больше Бога пытается... Дождите, но может ли человек создать что-то больше, чем он сам является? Это же неизвестно, как бы. Я думаю, что не может. Поэтому я думаю, что искусственный интеллект никогда не будет создан. В общем, условно говоря, в процессе эволюции какую-то примиссивную форму жизни создали, так сказать, сложную. Почему бы невозможно? Значит, робот Айзик Азимова, это такой же человек, только механический. Только он живет, видишь, это... Живет... Это предвзятая медицина. Я живет в лет, и так далее. Я говорю, не Адам. Выполняет законы робототехники. Вопрос же не идет о Айзике Азимове. Вопрос же в принципе о роботе. Что снейшую еда будет человек, а робот. И тоже это будет точно такой же человек. Почему? Пока. Точно так же. Точно так же. Почему? Он так же будет жить в пространстве, механизме. У Айзика Азимова разработаны те самые, которые у них было основания. Тогда же хорошо. Если непонятно, можно взять матрису, допустим. Я не знаю, там. Можно еще дальше куда-то пойти. Фантазия человека, она, к сожалению, в пространстве и во времени. И все, что там возникает, все эти образы, все эти... Представления будущего, они пространстве и времени. Именно поэтому Люден как бы и проявляется чем-то другим. Чем опыт. У тебя Люден просто нечистосоверцательный. Айзика Азимова. Не Люден. Мне кажется, Игорь хочет сказать, что да, есть априорные формы по канту. Априорные формы восприятия. А если, так сказать, физиологию поменять, то можно сделать так, что эти априорные формы исчезнут. Да. Ну вот, если там, ну и можно в этом состоит, как бы, мысль, собственно. Ну, в общем-то, да. Да. Ну, не знаю, можно еще пофантазировать, что если поменять физиологию, так сказать, вместо арестатиковой логики у нас будет какая-то другая. А если третий глаз добавит на лоб? Да. То ничего не будет. Если третий глаз добавит, то ничего не будет. Почему? Ты в информационном пространстве, то же бустер, что ищут. И там сразу информацию будет. Это и как раз робот Айзика Азимова, когда тебе добавляют третий глаз на лоб, механический. Тут это ничего не будет. Известно же, когда отрезают половые органы, то много что меняется. Человек уже... Тут еще, знаете, могу просто еще сказать, что просто Кант у нас любимый философ российский, так уж повелось. Естественно, как бы, что-нибудь такое из Канта куда-нибудь усунуть, но это, как бы, значит, пропиаре себя по первому программе. По самому, да. По самому, да. Да, ну, это по первому классу. И поэтому, как бы, естественно, в данном пространстве и времени никакими формами оприемными не являются. Изначальный тезис не верен. И поэтому, конечно, Эллиотен тут выглядит просто как-то непонятно как. Тут изначально, как бы, есть некая предпосылка, что как будто бы это верно. На самом деле это неверно, и отсюда, ну, получается... Ну, вот это, опять же, возьмем вот эту темпоральную иерархию Александра Балдачева. Вот у него в темпоральной иерархии, когда у тебя существо более высокой темпоральной сложности, чем человек, принципиально, у него он обладает качественно другими характеристиками, чем не Людэ. Тоже другая интерпретация, уже не кантовская, вот этого представления. Вспомним эту иерархию Балдачева, маленькую самую эту штуку. Вспомним вот то, что же называют «черной-белой магией». Черной магией, когда ты обращаешься в это, в более простое с темпоральной точки зрения существо, и в этом случае ты умеешь ходить через дверь. Почему? Потому что дверь у тебя не существует, как пространство распределенное. Иерархия темпоральности – это какая-то фантазия просто. И в чем? Ну, я, может быть, доклад Балдачева слушал не до конца. Что значит «темпоральная сложность»? Что «темпоральная сложность»? «Темпоральная сложность» состоит в следующем. Что у тебя, как бы, ты обладаешь не только, как я вот сейчас нахожусь в одной точке пространства, а то, что я, как какой-то плуг, идущий через пространство и время, через время точнее. То есть, мое начало, как бы, оно находится, скажем, на год раньше и на год позже. Тебе не кажется, что время при этом должно быть объективным? Если ты просто растянутого времени, то время должно быть объективным. Быть может. Ну, как быть может? Ну, нельзя же два тыса отставить, что время приорно, а потом, как бы, тут же оставить паралис, где время объективным. Я хочу сказать следующую вещь. Ты растянутого времени подобно тому, как растянута мелодия, что ли? Да. Ну, для этого наставление времени объективное, точно так же, как пространство. Объективное пространство. Я просто сейчас с другого, другую точку зрения пытаюсь сказать... Слига, а Люден, откуда взялся? А Люден, откуда взялся? А у них, значит, могу рассказать сюжет? Можно я такое, значит, договорю? Я сейчас быстренько. Мне кажется, никакой особого факта, как темпоральность, не существует. Потому что, естественно, чтобы понять процесс как процесс, нам нужно рассматривать его как бы развернутым во времени. Но, с другой стороны, он... Темпорально существует хотя бы потому, что у тебя есть сознание, и ты в сознании почему-то склеиваешь моменты и как бы не теряешься. Почему ты каждую секунду тот же самый человек, а не другой? Ну, это понятно. Это означает, что твое сознание является примером топорального объекта. Угу. То есть, как бы, есть объекты типа сознания, которые топоральны. Отсюда можно только думать о том, что, может, это другие такие же объекты есть. Наиболее как бы очевидным примером такого объекта является сознание, которое на самом деле остается равным самому себе. Понимаешь? Во времени. Почему? Как это происходит? Потому что она во времени ее растянут, потому что у нее есть протяженность во времени. Габариты есть у нее во времени. Тогда он остается себе равным. Я тоже самую мелодию могу проигрывать чуть быстрее, а бывает чуть-чуть медленнее. Бывают в другой тональности. Но это будет одна и та же мелодия. И в этом будет ее темпоральная сложность. Мне кажется, какой бы тональности ты ее не проигрывал, быстрее или медленнее, она все равно, так сказать, она процесс. Ну, процесс. Ну, правильно. Но ты его объединяешь в качестве одного процесса в том смысле, что она обладает определенную воду структуру. Тебе правило. Для того, чтобы представление о процессе было, нужно, чтобы была точка отчета. Процесс есть. Процесс относительно чего-то. Если точки отчета нет, это не процесс. А точка отчета должна быть. Откуда она возьмется? А точка отчета – это и есть габарит. То есть это даже процесс от чего-то отчитывает. От конкретной точки во времени. Правильно. А точку во времени поставит кто? Не точка, не точка. Состоит в том, что темпоральность… Мы сами темпоральные объекты. И все, что мы исследуем, для нас возникает сразу. Относительно нашего темпорального объекта. Процессы всякого, движения. Поскольку мы сохраняемся во времени. Мы точка отчета. Сознание наше. Все остальное относительно нас движется. Относительно. Так получается. Если что-то где-то в одну точку врубишь, все остальное как бы начинает относительно двигаться. Если оно относительно друг друга, если что-то двигалось, если одно остановить, а другое относительно двигается. Если бы мы в сознании не сохранялись, бы точно так же двигались во времени, мы бы не имели бы точки отчета. И для нас процессов никаких бы не было. Ничего бы не было. Потому что каждую секунду мы были просто другими. Поэтому представление о процессе содержит, на самом деле, темпоральность. Необходимость ее. Которая основана на том, что должна быть точка отчета, чтобы вообще этот процесс был процессом. А не хаосом. Непонятно чем. Хорошо. Факт сохранения, сознания или чего-либо другого. Почему можно говорить о каком-то особом явлении, как темпоральность? Сознание сохраняется во времени. Не знаю, если там мяч летит, он как мяч сохраняется во времени. Суть же темпоральности не в этом. Суть же темпоральности и в этом. Ладно, вы съехали просто в другую. С темпоральности это можно... Темпоральности это, во-первых, предсказать. Обязательно, чтобы время было объективно. Если по понятию темпоральности не важно, оно же у меня только служебные функции делает. Пытаюсь объяснить как бы лютен и так, и сяк, и этак. Вот два примера придумал. Одно из них... Расскажи, откуда он взялся-то? Значит, он появился. Сюжет примерно такой. У братьев Стругацких есть так называемые прогрессоры. То есть высокая развитая коммунистическая цивилизация занимается тем, что она пытается направить прогресс на более отсталых планетах в нужную сторону. По помощи так называемых прогрессоров. Ну вот они... Их никто не любит. Почему? Потому что они часто вынуждены идти на преступления, на всякие гадости. Для того, чтобы этот прогресс ускорить каким-то образом. И один из этих прогрессоров... И у них есть еще, помимо того, некая сверхцивилизация, так называемая сверхцивилизация странников. Которая делает какие-то фантастические вещи, совершает... Когда прогрессоры создали вот это, да? Нет. Ни в каком-то случае. Ну да, инопланетянин? Нет. Что на самом деле у них еще как раз цель оправдывается. Ну вот видишь. Благо войны оправдывает всякую цель. Нет, ну я вот хочу просто сказать маленькое такое замечание. Все-таки мне кажется, что Бог не может создать что-то более совершенное, чем Он Сам есть. По этой аналогии человек тоже не может создать что-то более как бы лучшее, чем Он Сам есть. Бог, конечно, может. Л27и может либо даже не Бог, а какое-то существо может дать человеку откровение или знание рифа более совершенное? Без. Более совершенное существование. Без. Да, оно вот как бы. И тогда человек что-то может сделать. Да, кстати, это, в конце вот это... То есть смысл в чем? Человек может сделать что-то более совершенное только через откровение. Да, оно так и называется. В Батрии Столганских меня это последний. Когда люди направляются большое откровение. Большое с большей буквы, а откровение тоже с большей буквы. Игорь а зачем о людгонок говорили действительно? И можешь говорить обㅋㅋ об этом. Ну хорошо, давай тогда, а бесов? Нет, ну что, все определения будут. Значит, да, будет характеристика бесов. Бесы в непространстве. Валя просто меня просил рассказать, откуда они появляются. Тоже не понятно? Нет, ну вот это твое. Другое определение со стороны христианина, что твои людины – это бесы. Бесы точно так же в непространстве. Я сказал, что в полдень там какой-то век, то ли 22-й, то ли 23-й, никогда не могу запомнить, то ли 21-й. Полуденный мир. Да, полуденный мир. Это с христианской точки зрения, потому что возможно все, но невозможно только любовь к Иисусу Ресту. Ну так вот, получается, что и Ницше, и Дуден, и Стругацкий – это как бы утопия, и реальность. Да, это бесы. Нереальность. Да, дело не реальность – это скорее нищета мысли, скажем так. То есть ничего больше сказать нельзя, кроме как сказать, что будет нечто другое, чем человек. И это очень умная мысль. Новая и свежая. Да, особенно новая и свежая. Что-то другое, но не человек. Нет, следующая ступень. Христиане говорили… Христиане говорили… Если что-то сверхчеловек, то все-таки человек, но… Да, здесь у Хаски… Христиане говорили святой, там как-то… Ницше говорил сверхчеловек. Да. Пришел тот новый пророк и сказал… Да, Стругацкий же пишет социальную фантастику, поэтому во многих романов очень важно, как человек встречается с тем, что не является нечеловеком. Это либо не гуманоидная цивилизация, как малыша, либо это дикая цивилизация совершенно, хотя человечество, как на Саракше. Где-либо еще… Как ему сказать, будет? Либо цивилизация странников. Да, только насчет святых я не согласен. Святой-то реально существует. Ну, они тоже реально существуют. Почему нет? Сейчас где-то по морю ходит один такой… Рыбой. И вот… Слушайте… Ну, так… Ну, все, то есть неактуально, да, у вас куда-то взяли сюда? Одна держит. Неизвестно, почему, что ходит… Ну, конечно, конечно. Так она… Я же говорю, святой есть. Где-то ходит по волнам. Ладно, так может связано чем угодно. Ты же не можешь это проверить? Ну, еще раз говорю, я просто придерживаюсь и монетной этики. Я ничего сверхчеловеческого быть не должно. Ни глютенов никаких, ни сверхчеловеков. Должен быть все и монетно. Есть возможность у человека. Надо развиваться внутри вот этой монетной сферы. А дальше туда простираться, не имея права и… И это вообще как бы лицемерно. Ну, все, да. Ну, такая… Получается такая, как сказать, консервативная обезьяна. Не буду меняться и все. Нет. На самом деле мы меняемся. Хотим того мы этого или нет. Но не надо себе ставить целью меняться во что бы то ни стало. Потому что, знаешь, как говорится, что… Кстати, да. Это ни движение, ни сама цель. Да. Да. А идея других предположений, трансгуманизм так называемый, они состоят в том, что меняться надо во что бы то ни стало. Главное – это поесть в жизни. Я понимаю. Знаешь, в чем… Дело в том, что… Дело в том, что… Что такое счастье? Счастье – это сейчас, да. Почему? Если на самом деле ты будешь постоянно куда-то стремиться, и счастье у тебя будет всегда где-то впереди, а ну, когда-нибудь это существится, значит, сейчас ты будешь всегда счастливым. Да. А здесь у нас трансгуманизм. Да. Есть трансгуманизм, который просто прямо говорит, что счастье – это не цель, а счастье – это постоянно в преодолении и… Трансгуманизм похож на транссексуализм. Да. А там вполне есть транссексуализм. Ну, это понятно, да. Потому что недавно про физиологию говорили, что, в конце концов, главная цель – это выровнять, чтобы не мужчины и женщины были, а как ангелы все? Зашел к врачу, у всех все одинаково. Там вот у кого зашли, то у кого отрезаны. Вот это вот физиология, так сказать, твоих лютенов. Я бы еще подумал, сказал бы лютен и лютенко. Нет, у него какой-то один лютен. Это что это, ангелы, что ли, какие-то? Да. Или бесы? Они же бесполы. Какой-то фильм смотрит так. Да непонятно. По ним вообще ничего нельзя сказать. По полу… Нет, ну это же все старые темы. Начинаем, видимо, даже с христианства. Зачем брать тут ничьи? Ничьи жили тоже, так сказать. Чтобы в царстве небесном не будут ни жениться, ни выходить замуж, а будут как ангелы небесные жить. Только ради самосовершенства. То есть это что означает? Что пола не будет? Влад, ради самосовершенства. Так тел-то у них тоже нет? Тела есть. Какие? Они же 50 лет? Нет, по христианству не сделал. А Иисус Христос, когда воскрес, у него было особое тело. Нет, не особое. Особое было тело. Он проходил сквозь стены, сквозь двери. Но он же был телесный. Его же кто-то трогал и рану вложил там, этот Фома неверующий. Так что тело-то есть. Тело-то было. Нет, но в рану-то он вложил. Речь идет об ангелах? Да. А ангелы тоже телесные есть. У ангелов тоже тело есть. У всех тело есть. Да. Понятно. Как так? Нет ангелов. Нет, а как же вот, смотрите, в Верхом Совете пришли два ангела. Они воплотились. Нет, подожди. Они могут воплотиться во что угодно. Ангелы тоже построили. Да, они воплотились человека. То так и говорится, что они воплотились. А уж кого там, в женщину, в мужчину они воплотились? Может они могут выбрать? Собственно, Иисус Христос – это же Бог. Это Бог. Ну, последнее. Игорь, с бесами и ангелами. Как там? Лютены твои с этими коррелируют? То есть это, в общем-то, представление о бесах и ангелах надо понимать или как? Ну, там нет ни бесов и ангелов. Ты же понимаешь, что разный язык есть. У какого-нибудь древнего человека он не мог по-другому выражаться. Он думал, что-то там сверхчеловеческое есть. Подожди, у тебя бесы и ангелы. У тебя есть оппозиция между бесом и ангелом. Но это не важно. Бери только бесов, бери только ангелы. Если бы ещё не было, это оппозиция. Бери только бесов, бери только ангелы. А у люденов, либо одни они, либо бесы, и уж точно не ангелы они, уж точно. Да какая разница? Они бесы, да. Ты почему-то рассматриваешь каких-то морализаторских позиций. Я тебе просто объясню, что есть личное иное в отношении человека. Они бесы, бесы. Они, в первую очередь, бесы, конечно. Они бесы. С бесанской точки зрения они бесы. Это и Ниша призывался к человеку. То есть это бесовщение. И как бы и Стругацки. Потому что Стругацки они не призывают. Просто человек пытается жить. То есть бесы, мы же знали из христианства давно. Что они такое новое сказали? Они сказали, что... Подумали, ну бесы как-то звучит некрасиво. Скажем, Люцина. И тут новость. Так что ли? Да, и в этом состоит большое откровение. Что раньше были просто-просто люди. Либо откровение большое. Да. Великое откровение по Стругацким. Раньше были только люди, а потом появились ещё рядом с ними и бесы. Я вам сказал, что это великое советское откровение, да? Потому что, конечно же... Ты что, 70 лет им наружит бесов? Да. Великое советское откровение. Они... появились ещё и бесы, помимо всего прочего. Живут люди, а среди них ещё и возникли бесы, которые галактики между собой руками сталкивают. Вот такие они люди иногда. Ну и сейчас, может быть, где-то галактики сталкиваются благодаря бесам, уже не знаем. Да, это благодаря исключительно благодаря. Совершенно. И очень важно, что любой человек... Какое-то у вас такое широкое принятие бесовщина. Что некое... Это всё, что не попадает в рамки человека, это всё бесовщина. Да, всё это бесовщина, да. Всё от лукавого. Да, всё от лукавого. Нет, поэтому я говорю, что ангел. Может, у вас ещё ангелы? Поэтому как бы и христианство, и... А люди иногда едут там, если любят бесы, то ангела нет. Да нет. Они не называются там бесами. То есть это вот... Это возникшее. Это возникшее. Просто у Булата в мире есть люди и бесы с ангелами. Нет, у меня в мире есть только люди, никаких бесов ангелов нет. Это у вас есть какие-то сверхи. У меня сверх ничего нет. Да, нет. У меня есть только люди и всё. А сверх есть только одно, понимаешь? Я говорю, всё, что по хатичным богословиям мы достигаем, это только нечто одно, как бы. И всё, что можно сказать, это только отрицать, что оно иное, и всё. А что уж там? Ну, вот это... Вселенная братьев Стурканских, она значительно более многообразна. Да, ну, от недомыслия. Тогда... Это от недомыслия. Когда от недомыслия по апохатическому богословию человек совершает ошибку, и кроме отрицания ещё так добавляет положительное, то возникает где-то богатая и многообразная Вселенная. Да. Где у него этот орган сердца, там, не слева, там, где там всё что? Не слева, а справа. Да. Или что-то ещё. Да, да, да. Ну, кстати, нашли два сердца. Или два сердца. Или два сердца. Да, это бывает. Да, это бывает. А ещё... Но у Дэна он этого не стал просто. А ещё было что с правой стороны сердца? Ну... Много чего бывает. А бывает, когда родятся люди, у которых две головы. Да. И это тоже не бесы. И ты поверишь, мне это тоже не бесы. Это кругом не только бесы. Поэтому их мир очень многообразен. У него бывают люди с одной головой, с двумя головами и бесы. Ещё много чего бывает. Ну, да, с двумя головами бывает. Ещё бесы. Ещё супер-бесы. А у бесов есть свои бесы. И сверхбесы. А у сверхбесов есть ещё сверхбесы. И всё это как бы абсолют вместе. А Бог стремится к сверхбогу, да? Да. А Бог стремится к сверхбогу. У Бога есть тоже сверхбог. К абсолютному абсолюту. Да, к сверхбесу. Значит, возвращаясь к этому, к ситуации, к собственному сюжету, который разбыл cords. Вот, это есть ферсализация стальников. И возникает некий человек, Таеву Глумова, который начинает думать, что эти стальники занимаются у людей тоже прогмессовской деятельностью. Ну, как те занимаются, в мире, ну, там, прогмессовской деятельностью. Так и стальники занимаются у людей прогмессовской деятельностью. И он решает этих прогмессов так сказанных странников Компони-2, так называемых, найти. И еще тысячи. П�исходит с ним какие-то вещи. Его возобновляют Макс Кеммеря, который из... с обитаемым острым подростком был там взят. Вот он с ним там делает. И в конце концов, в неком доме чудаков, он находит некие существа, а его снова проверяют, и он оказывается сам предрасположен от Таева Глумов к тому, чтобы стать Люденом. А с Люденом можно стать еще? Да, это у тебя растормаживается какая-то штука психики, и ты становишься, некоторые люди становятся Люденом. Ну это же самое главное, что должно быть. Имея определенные предпосылки. Где же эта кнопочка? Это специальная штука. Ты знаешь, что каждый из нас святой, как в потенциале, только он отправит кнопочку на раздель. И ты, как бы он им не рождается, а по каким-то причинам он тоже иницируется и становится вот этим сверхсуществом. Они несчастны все. Потому что, обратив свою нечеловеческую природу внутри, они вынуждены со времен... Как это есть души интеллигенты все? Он такой умный, но такой несчастный. Да. Они несчастны в том, что они должны прекратить, в конце концов, просто неинтересное, ненужное и несопоставимо с их жизнью общение старое с друзьями и тем либо еще. Они от человека ничего не нуждаются, как говорит один из них. Мы, конечно, если у вас есть какая-то проблема, мы, конечно, придем к вам на помощь всей своей мощью. Но нам от человека в этом смысле не нужно ничего. По той простой причине, что человек не интеллектуально ни в каком-то отношении дать не может. Но что здесь интересно? Здесь нет постоянного восхождения к некому идеалу. Ты там один берешь, ты сегодня пробежал стометровку за 11.2, завтра за 11.1, потом за 11.0, потом пробежал за 10.8 и умер. То есть этого нету. Совершенно. Ты просто принял таблетку ЛСД сразу в раз, открылась. Да, принял таблетку, хоп, и пред тобой откровение, и ты, если к этому предпроводслужен, ты стал другим существом. Очень важно, что это что-то… Советская халява. Да, советская технологическая халява. Что осталось найти такой препарат или что-либо еще, или какое-то облучение, или чего-либо еще, которое из человека… Ну здесь важна вот эта гипотеза принципиального скачка. Принципиального скачка, не обусловленного чем-то твоим. Ты не от того, что ты решал много задач по математике, не потому что ты накопил большое количество всевозможных духовных даров и возможностей, чем-либо еще. Ничего это не имеет значения. Ты либо совершаешь этот переход, либо не совершаешь. Либо могут пересовершить, потом их совершить можно. Человек непонятно какой совершенно. Не какой-то там продвинутый, какой-то умный, какой-то интеллигентный образователь, да ничего подобного. То есть это что-то генетическое в человеке есть? Ну что-то, какая-то предпосылка. Ты можешь совершить этот проход, тогда все вот это, все остальное, что ты писал, исследовал, писал статьи, читал книжки, твой опыт жизненный, твои духовные богатства, которые ты накопил, они совершенно не имеют никакого смысла. Они бессмысленны. И более того, твое познание, что ты движет человечество вперед, например, занимаясь наукой или чем-либо еще, оно тоже бессмысленное. Потому что вот есть рядом с тобой твой брат или кто-то там, который перейдет вот этот рубеж, фазовый переход туда, с ним свершится. И после этого все твое познание окружающего мира станет бессмысленным. Потому что все, что тебе... Ты уже не ищешь истину. Ты можешь искать истину только для самого себя. Ты не ищешь ее уже для человечества. Потому что другое за тебя это все выполнит. Можно пару слов-то видеть. Это на самом деле то, что Игорь рассказывает, это идеология отчаявшихся людей. Люди, которые видят, что в монет ничего сделать нельзя, они, конечно, придумывают себе какую-нибудь сказочку, что надо найти какую-нибудь кнопку особую, да, лежа на диванчике, так сказать, ее нажать, как бы, и сразу же все получится. Это чисто просто... Все всегда убегает в транседентное только от отчаяния. То есть, когда никаких возможностей в монетном что-то сделать, как-то длинуться, это нет. На самом деле, вот эта противоположность, все, что Игорь как бы заявляет, и все, что только можно найти из области мыслей и стругацких, это просто различие монетное и транседентное. Ну, это стандартное, это различие для философии, она везде у всех есть, есть и стандартное. И, как бы, и получается так, что либо мы развиваемся его монетом, да, и исходим из тех возможностей и способностей, которые у нас есть, либо мы, на самом деле, начинаем грезить тем, что для нас недоступно, но может быть какая-то таблетка, там, какие-то условия, какие-то там импульсы, я не знаю, еще там, вибрации какие-нибудь, там, у нас есть экстрасексы, там, всякие, и прочее, там, я хотел сказать, уроды, но, в самом деле, так и есть, да, как бы, там. Вот, можно только на это уповать, потому что на транседентное можно только уповать, то, что нам недоступно. Что только транседентное, то, что нам недоступно. Ну, в этом что-то есть, потому что... Потому что это чистая идеология отчающихся. Все отчающиеся, но все времена всегда именно так и рассуждали. Если бы монетом не достигнуть цели нельзя, надо найти эту цель процедентном, и оттуда, как бы, там, все решится. Там просто чудо. Это называется, ждать чудо. Ну, чудеса же бывают. Ну, вот это из этого разряда. Ну... Кроме того, людям нужна надежда. Да. То есть, когда, опять же, в советском обществе, какая могла быть надежда у людей, у которых нет Бога? Какая могла быть? Единственная надежда, что физиологический человек сойдет и выйдет другим. Понимаешь? Потому что, видимо, они поотчаялись уже, когда пытался бы монетом как-то человека дальше куда-то двигать. Но это все, как бы, морализаторство. Это морализаторство изначально накоренится не в том, что я говорю, а в том, что Стругацкий пишет. Это то, как ты их пересказываешь. В принципе, это морализаторство изначально есть. Если цель состоит в том, чтобы, как ты говоришь, преодолеть барьер, не надо ничего делать, надо просто таблетку съесть и куда-то перепрыгнуть. Это и есть морализаторство изначально. А почему бы монетом не двигаться? Чем это плохо? Почему надо обязательно куда-то прыгать? Почему должны быть всегда какие-нибудь вещи в виде чудо? Можно двигаться все цивилизации. Как раз-то и состоит разница в Ницше. Теперь можно зафиксировать про разницу в Ницше и Стругацких, если верить в то, что ты говоришь. Разница состоит в том, что Ницше говорит, что давайте опираться на имманентное. И претензии христианства у него состоит именно в том, что христианцы пытаются рассчитывать на трансцендентное. Он говорит, давайте будем опираться на имманентное. И двигаться, исходя из того, что есть. А не из того, что там, в принципе, как-то Бог нам поможет. Подожди, я не от себя. Я специалист панический, я говорю... Но имманентное, безусловно. А у Стругацких вот то, что ты рассказываешь, как раз обратный процесс. Давайте будем рассчитывать на трансцендентное. Давайте будем рассчитывать на какой-то сценарий. Я хочу сказать, что склон для Чукчи не является трансцендентным. Условно ли Чукчи является манентным. Ладно, ты опять... Вроде ты в философ на себя цепляешься к теме. Понимаешь, о чем я говорю? Трансцендентное – это то, что нам недоступно. Понимаешь? Трансцендентное. А слой нам доступен. И никакого трансцендентного слова не может. Приедет Чукчи. Точно так же не у слона, будет таким же и монентным. Принципиально недоступное трансцендентное. Принципиально. А позвонить по металлическому ящику в Чили. Это так трансцендентное или монентное? Монентное. Ну, так вот и у Стургасских тоже. Людены у них – это позвонить по ящику в Чили. Поэтому это и монентное. Но вообще-то ты начал с того, что эти людены отличаются от человека. Принципиально. А теперь ты даже говоришь, что они не принципиально отличаются. Это все равно, что позвонить по ящику. Принципиально отличается. Чуть-чуть улучшенная порода людей. Ты как будто свои мысли закрепись. Не лучших, не принципиально. Ты мысли своей закрепись. А качественно отличается. Но это качественно заходит за пленом интранстора Как и монентное и трансцендентное качество. Как, если у тебя… Как восприятие в форме пространства и времени восприятие без форма. Правильно, потому что восприятие в непространстве и времени – то есть это и есть трансцендентное. Да не обязательно. Я же тебе еще раз говорю, слово имманентно и трансцендентно именно имеют характер, что имманентно – это то, что в нашем опыте, а трансцендентно – это то, что по ту сторону нашего опыта. Никакого другого определения нет, не надо тут теоретически обеспечивать. Канн же говорит, по крайней мере, для нас людей. Канн же говорит, по крайней мере, для нас людей. Будет ли, если не для нас, не для людей. Будем считать, что ты доложил о том, что в Стругацке прочитали его эстетику? Нет, я думаю, что в Стругацке вообще ничего не читали. Хотя, может, и читали, кто их знает. Они же технологии? Ну да, астрофизики. На самом деле, я могу сказать, что это очень чувствуется. Ну, астрофизики, да, астрофизики. Один астрофизик, второй писатель. Просто, Игорь, из того, что ты рассказал о Стругацке, я вообще-то думал, что более высокого мнения. Что-то так много говорят, фильмы снимают. А на самом деле это какие-то, я не знаю, вульгарные такие, пошлые какие-то писатели. Ни о чем. Просто ни о чем. Ну, я бы так не заявляла. Ну, из того, что Игорь сказал, можно такое выразить сделать. Понятно. Я дождал, что сейчас... Нет, я сейчас, действительно, не топтают грязь, потому что сейчас выйдут в доспехах сияющих Стругацкие, и как бы покажут, на самом деле, как надо мыслить. А в итоге-то что? Ну, в итоге сказано все то же самое, ну, другими словами. Ну, можно придумать, ну, Т на третьем... Я рассложил вас впечатление, что то же самое сказано? Что и Ницше Стругацкое? Да почему это Ницше? Даже я могу сказать, что христианство то же самое говорит. Что и христианство. И я могу даже сказать, что, наверное, и другие религии, и все говорят только об одном, на самом деле. Часто. А в том, что о and Niveau на пение? Нет, о том, что, как бы, по ту сторону человека есть какое-то другое. По телефону на пел. Нет. Что есть какое-то другое бытие человек... А given man yesterday по телефону на пел или не по- Gravity. Нет, давайте сейчас скажем мысль. Мысль-то и то, что, побимо человека есть нечто другое, как другое и другие типы бытия. Неважно, ну, как их называть. Называть их пацидентными или как, иначе... Что и другие существа есть, не важно, называть их бесами, ангелами или как. Иначе там, или прочее? Не, Абулат, а что ты вспыришь, что на валюция же там возможна и как бы постепенно, путем естественного сбора изменений, путем мутации. Еще раз говорю, у него не постепенно, уже в этом состоит-то суть. Да, и бактерии и слон, они остаются в рамках эмонентного. Ну, какая-нибудь бактерия мутирует и станет слоном. Бактерии и слон остаются в рамках эмонентного. У струканских лютен принципиально другой, чем человек, но при этом он все равно остается в рамках эмонентного. Ну, тогда если лютен это принципиально, я не вижу тогда в чем принципиально он иное. Если он точно так же остается эмонентным, то есть он остается точно таким же существом. Любые существа, которые нам эмонентны, любые существа, они такие же, как мы. Любые существа, вообще любые. И принципиально иными существами являются только те существа, у которых опыт другой, которые просто трансцендентны. Они потом и трансцендентны для нас даже. Мы их даже в опыте. Нет, ну хочется сказать, что восприятие они присутствуют точно так же, как и все остальное, но по своим возможностям, так сказать, они выходят, так сказать, ну... Ну это количественные характеристики. Ну звезда, звезда. Количественные характеристики. Звезда же она с человеком тоже когда-то соотносит? Да, с один пробегом, так, другой, больше, третьим. Он другое говорит, Игорь, что, допустим, Бог для человека является трансцендентом, он недоступен никак, ну разве что в откровении, если только. Развездание является. Да, во внутренних чувствах, да. А Лютен этот, по Игорь, он человеку доступен, он не знает, может с ним зарплату поздороваться, наверное, не как. Ну вот, но с точки зрения как бы у самого Лютена, значит, у него там восприятие совершенно иное, то есть... То есть именно качественное. А Лютен это из вашего? Лютен это? Да, я так понял. А Лютен это ваш? Лютен это как раз нишевский сверхчеловек. Да. Потому что он как бы... Согласитесь, да, все согласны, что Лютен это не нишевский сверхчеловек. А Лютен это, конечно, высокоморальный. У него пола даже нет. Пола нет, ты сам говорил, что пол-то есть у него? И все такой же, как мы... Лютена, моральность или что-либо еще, но просто не хоккейский, в которых он описывается. А Лютен... По ту сторону добра и зла, понимаешь? Да, по-настоящему. Еще раз говорю, добро и зло это не то, что... А Лютен это тот, который утверждает... Добро и зло это условие... Оглубление на проклятой иудо-христианской моралью на практике. Ну, хорошо, пускай будет так. Ну, на самом деле, я же еще раз говорю, что... Я не вижу никакой особой новизны или чего-то там, какого-то другого содержания, которое высказывает стругацкий. Слово, ну, есть слово, ну, какое-то другое там придумано, ничего кроме слова. Ну, можно, я буду таких слов часто много придумать, и это ничего, значит, этого не будет. В смысле, как в отношении, да, в смысле того, что хочешь ты сказать, что другой, как человек, ну, тут мы, говорю, можем на разных языках рассказывать, какие бывают другие, как человек. Да. Ну, вот это такое вот. Я его пытаюсь понять, вот я же говорил Жак-Ванту, механики Стаса, наверное, не согласен, что, возможно, такая ситуация, и она легко достижима, к ней стоит только протянуть угол. Что мы, если действительно для нас в пространстве и время являются природными формами восприятия, то каким-то образом мы можем идти за ее пределы. Неужели их так отчаялся в жизни? И ко любой из нас может так и так поступить. Часто такие есть тенденции, что тебе надо даже как-нибудь простое решение. Да, простое. Так, чтобы долго-долго длиться. Простое, это логичное решение. Да, и сразу... Потому что надоедает бегать стометровку за 11.8, потом за 11.7, за 11.6, надоедает. Возраст уже не тот. И уже тогда ты отчаиваешься и начинаешь мечтать о чем на таблетке. Не, простое. Тут есть простая еще как бы мысль, состоящая в том, что если бы любое решение по мановению палочки порешалось, то нам просто жить было бы неинтересно. Потому что если все можно решить по мановению, а все тогда жизнь-то состояло. Жизнь состоит, как ни странно, из того, что мы преодолеваем трудности. И на самом деле наслаждение, ну как ты прекрасно понимаешь, состоит в том, что как бы мы преодолеваем трудности, а потом, когда их преодолеваем, у нас вот возникает эйфория от того, что мы осуществили цель, от того, что мы как бы чего-то добились. Да, да, да. Я была с тобой полностью согласен. Поэтому как бы... Ну и на то счастье жизни было, которое там, скажем, сто лет назад у человека, когда из пяти детей до возраста пяти лет доживалось только двое. У тех трех, у тех двух, которые доживали до пяти лет, у них было явное ощущение эйфории, то, что их жизнь удалась, они придавались трудности. И они умирали в десять лет. Это называется демогогия. С чувством удовольствия. Это довод демогогия. С чувством полного удовольствия. Потому что, вам понятно же, о чем вы речи тут. Речи их не идет, а о недостатке. Да, и тот американский гаденыш, который придумал антибиотики, он просто покусился на самое святое в человеке, что он есть. На счастье, на чувство преодоления за борьбы в жизни. Вот на что он в этом. Какие-то антибиотики придумал. Простое решение. Берешь одну таблетку, и нет у тебя, скажем, гонорей. И все доживают. Как такое? Все дети доживают до тридцати лет, как минимум. Да, и доживают в себя, обратив внимание, несчастными существами. Они не знают, что такое эти антибиотики, из-за простого решения, что такое чувство преодоления. Ты просто говорите о вещах разного порядка. Ну, видишь, даже составные тебе говорят. Ты просто как уже впадаешь за чем-то в демагогию. Это настоящая демагогия. Я же не об этом говорил. Я же говорил о том, что жизнь на самом деле нам интересна, потому что она в частности, да, в частности, что мы в нем в жизни можем преодолевать трудности. Если бы все проблемы решались, еще раз говорю, просто не вставая со стула, жизнь перестала бы нас интересовать. Да, так я хочу сказать, что кто-то так многообещающий говорит, что все проблемы, все проблемы не сходят с стула, что все слова, все, все, да, ты откуда? У тебя получается, что это у Лютенна, это там суперсущества, они там галактики могут сталкивать. А как еще могут у человека быть проблемы? У них появляются новые возможности, но при этом они что-то получают, но при этом что-то теряют. Вы задумаетесь о том, что человек на самом деле не потому, он не интересуется, почему там галактики сталкиваются, не потому, что ему это неинтересно, а не потому, что ему невозможно их остановить, а потому, что ему неинтересно. Он за жизнь борется. И почему-то вы думаете, что если у человека будет возможность их остановить, как галактики сталкиваются, но это будет интересно, что ли? Непонятно. Не будет ему это интересно? Непонятно. Неизвестно. Непонятно, но я тебе хочу, что на каждом этапе существует определенного рода преодоление. На каком булоне ты жил? То есть следующая таблетка? Один поел досыта, вот он достиг успеха. А почему ты не хочешь совместить оба пути? И таблетки будут, и бедные совершенствуют? Это разговоры отчаявшихся людей, которые рассчитывают таблетки. Ну потому что... Рассчитывать на чудо, то будете это... Изобретение пенициллина не является чудом в таком смысле. Ну нет, ты же хочешь из человека сделать сверхчеловеком. Да? При помощи пенициллина. Да не, это не пенициллина, это не однопорядковые примеры. Почему? Ну ты же сам будешь, то вода принципиально отличие человека. Да, ну принципиально. А что ты не ц 거야 как runtобия? Будь его ты очевиден. Будь его технологический. Ты же говоришь, что у тебя цель состоит в постоянном преодолении, что.. Не цель состоит в преодолении, а что.. Наслаждение, наслаждение состоит в постоянном преодолении. Наслаждение как это, радость жизни. Радость жизни. Ты пришли курить жизнь и вот такая... Ты придешь и с чем-то борешься постоянно. То с гонореей, то еще с какой-нибудь гонореей. Ну, ты-то борешься, может быть, с такими вещами, а другие люди борются с другими вещами. Понимаешь? Они пытаются что-то там... Сидят и борются с себя на движении. Да. А я хочу сказать, что можно бороться с чем-то более другим, чем гонорея. Ну, потому что я-то не это говорил, а ты, конечно, хочешь это сказать. Хочется, хочется. Снова с глухим. Хочется же бороться не только с гонореей. Я понимаю, что тебе хочется не только с гонореей бороться. А ты хочешь сказать, что неважно, с чем бороться, лишь бы бороться. Поэтому... Я такого не говорил. Вы знаете, вы, по-моему, оба перетеркины. Я ничего не перетеркину. Ты именно так и хочешь сказать. Какая разница, с чем бороться, лишь бы бороться. Это защищает очень простую мысль, но хочет представить, что она какая-то великолепная, разноцвеченная и такая сложная. Это, конечно, сложно. Если бы я защищал, допустим, мысль, что эта стена, допустим, шарообразная. Ну, мне было бы сложно это сделать. Потому что вы бы на нее смотрели, и вроде она плоская, и так она шарообразная. Нет, ладно. Ну, я, конечно, мог бы вам Бога-то запутать. А вы понимаете, это же... Это просто наша форма априорная. Вот она делает плоские. А на самом деле, если бы мы были лютенами, мы бы увидели, что она шарообразная. Вот фактически, о чем говорит Эдель. Я вам хочу сказать, что вы оба правы. И пусть была-то как бы вот она. Ну, что есть путь? Никакого пути нет. Ну, не путь, ну как? Ну, как? Путь, да, вот она. Суть просто и следующая. Взять какую-нибудь такую мелкую гавку и предпринять проблему с ним. Ну, дайте сказать, ну, что, в самом деле, вот говорите, дайте вот слово ставить. Смотрите, действительно, в жизни нужно преодолевать трудности по разным вопросам, как бы, и пулатка абсолютно права. И таблетки же бывают. Бывают таблетки. Действительно, пенициллин был, вот автомобиль есть, компьютер, куча таблеток вокруг всяких разных. Валя, ну, ты как бы больше всего поддаёшься под провокацией. Вопрос, о чём идёт? Либо человек и лютен принципиально отличаются. И тогда чаяние такого отличия такой таблетки, это из чаяния отчаявшегося человека, у которого нет других средств. Все пенициллины и проще, это не те средства, они не делают человека принципиально другим. Понимаешь, либо человек и лютен ничем не отличаются, и они на одном уровне. И тогда, действительно, переход к нему может сравнить с пенициллином. А если это так, то какая разница? Это лютен, да, просто тот же самый человек. Зачем ты так говорить, придумать второе слово? Ну, у Игоря постоянно, когда ему нужно, у него принципиальная разница. А когда ему нужно возразить, у него одно и то же. И он, у него это противоречие. Боже, что, знаешь, как софисты по этой действуют? Когда ему надо, он один дом из кармана доставит, а когда надо, другой. А прикол, в смысле? И как он, он со мной так и разговаривает. В смысле? Внимание, не от раций, да? Не, 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 ты имание, зашраться. Что, когда у тебя результат принципиально отличается между собой, качественно, между лютеном и человеком, но между ними, вот это великолепное качественное различие достигается путем простой таблетки за три копейки. Не, ну. Вот именно так. Качественное различие достигается путем таблетки за три копейки. Что ты под качественным различием понимаешь? Вообще качественное. Что-то Булат понимал. Ну, у него вообще не так, что-то бывает. Ну, как между животным и человеком, надо так. Ну, больше, да. Больше. Ну, больше, не больше, ладно. А тем не менее, к примеру, я не цель. Вы ум, ты, да? Вроде бы не человек. К примеру, я не цель. А стало ли оно от этого счастливее? Не, не стало, конечно. Вопрос. Не стало. Мы же отличаемся от Булата и от обезьяны. На счастье не главное. Так, я, насколько я помню, у Люденов такая же ситуация. Что они не стали счастливее. Они становятся более, там, переходят на другую ступень. Они нефига, они становятся счастливее. Не становятся, не становятся. В некоторых случаях они, по-моему, будут счастливее. Не становятся. Обезьяна хочет быть счастливым. И Булат считает, что преодоление сложности и счастье. Ну, а Людены, у них не так. У них вопрос счастья не стоит. Они не преодоление сложности. Можно ли сказать, что человек более счастлив, чем обезьян? Это же неизвестно вообще. Это, Валя, знаешь, диалог, знаешь, как строится? Как в города играют. Ленинград, Душанбе, а еще, может, как в фильме. Один в горку Барнаула, Душанбе. Почему Душанбе? Потому что это мой дом. Так же и ты, понимаешь? О чем ты говоришь? Нет, я просто хочу сказать. То есть я заговорил о счастье, а теперь все стали говорить о счастье. Да в чем у тебя качественные изменения тогда человека? Путем преодоления трудностей, качественные изменения в чем заключается? Валя, давай удерживаться мыслью. Суть со стычок. Либо, вот существует человек. Сущая тема, что такое счастье? Существует нечто иное. Иной человек. Неважно, как его назвать. Север-человек, лютен, там, назвать там. Неважно, как обезьян с гранатой назвать. Как угодно, назови, так все равно там это все то же самое. И можно так, какое различие можно понимать. Либо имманентно, либо трансцендентно. Других способов просто нет. Вот это логика простая. То, что имманентно трансцендентно, пространство возможностей делает дел. Полное объявление пространство возможностей. И у Игоря, Игорь должен теперь показать, как они различаются. Либо, если они различаются имманентно, то это одно различие. Если они различаются, как имманентно и трансцендентно, то это другое различие. Нет, плотно. Не подожди, имманентно и трансцендентно, для того, чтобы был понятен пример, это различает человек и Бог. А имманентно и имманентно различаются любые другие существа. Ну вот имманентно, как имманентно. Нет, можно вопрос о донизации? Мы уже давно получили, что имманентно и как имманентно. А если имманентно и имманентно, ни о каком качестве, ни о чем речь не идет. Ну, как разница, почему? У меня, раз уж бактерии и становились, качели различаются. Это для тебя нет между бактериями? Конечно, конечно. А между бактериями основывая есть качественно и манит. Мужчин и женщин тоже есть отличия. Для тебя, конечно, цель состоит, чтобы мужик стал женщиной. Он должен таблетку выпить и стал женщиной. Ну, смотри, подожди! Захарена ему это надо! Для хата он, у нас есть качество на другим другом. Логика его такая. Это же и монетная логика, да? Качество. Качество изменил, но что? Стал женщиной. Мы и монетны для хата. Да, для хата и монетны. Ну так, а у нас возможности принципиально иные, по сравнению с котом? Нет, я же не говорю, что это невозможно, я просто рассказал возможности. Конечно, это принципиально иное качество, понятно, но от качества отличается либо монетно, и тогда на самом деле это отличие, на самом деле, не является чем-то таким необычным. Почему это? Либо отличается как и монетно. На самом деле не существует различия, строго говоря, между трансцендентным и монетным, потому что трансцендентного вообще нет. Поэтому**** разничий только милозвlerный материал. То есть это того, что по ту сторону опыта, конечно, не существует. То есть из всякого возможного опыта. Это означает, что парень пришел и говорит, я начну с Канта. А Кант говорит по ту сторону возможного опыта, существуют вещи и в себе, в Абсолют существуют там… То есть человек пришел к Канту, у которого трансцендентное присутствие, а потом говорит – никакого трансцендентного нет. То есть с одной стороны карман достает Канта, а с другой стороны его отрицают. То есть это простая игра, сосописка, каждый раз. Когда с ним начнешь что-то говорить, то... Ну подождите, ну... Ну а что? Канта нету... Канта нету, Канта. И вещи себе нет. Да, а вещи себе нет. Ценитальные есть. Вещи в себе, каковы они? Ценитальные. Ну вещи в себе по ту сторону, всякого опыта. Ну тем менее, ценитальные. Вещи себе ценитальные? Ну конечно, душа, мир, они ценитальные вещи. Нет, ну ладно, смотри. Они ценитальные? Чё ты прямо сказал? Ну я спросил, не грамотно. То есть, скажи, что сознание обезьянное, это то, что относится к нашим возможностям познавать в опыте. Влад, ну ты же сам играешь в эту... Чёрным по белому, читай. Ну смотри, мир вызывает обезьян, да? И для них человек, которого ещё нет. Вот как цель человека. Это трансцендентная цель. Ну как только обезьяна стала человеком, всё это стало и монетным, понимаешь? Нет, она не является обезьяном, для него трансцендентная. Если человек будет, обезьян не является трансцендентной целью, он ничто. Пока нет любых. Транцендентное, это то, что находится по ту сторону всякого возможного опыта. Всякого возможного. Не какого-то определённого, обезьянный опыта, там, не такой, человека, а всякого возможного. Для обезьяны быть человеком, это по ту сторону. Нет другого философа, никто он для кого. Для обезьяны? Для него не существует трансцендентных веществ, существует только трансцендентные. Ну что вы рассказываете на Spitze? Ну понимаешь, как только трансцендентная состоялась. Сейчас уже заводить диалог о карте, просто это не грамотство, это просто уже даже выходит за рамки, мне уже нечего сказать. Благо, слышишь? Как только трансцендентность. Как только просто брать карты и показывать, что ли. У карты и с этого и начинали, что ли. Что вещи в себе, душа и прочее, находятся по ту сторону возможного опыта. Хорошо. Ну, и написано, что они являются трансцендентальным. Отсюда возникают эти номеры. Чёрный по белому писал, трансцендентальный. Вот написано, вот чёрный по белому. Можно и белым по чёрному написать. Трансцендентальными могут быть только способности, могут быть только иллюзии, могут быть только человеческие номера. Ну ладно, сейчас видите, мы к этим участкам... Допустим, какие-то определённые наши способности для кота трансцендентны, потому что они не выходят, так сказать, за пределы всякого возможного кошачьего опыта. Да. Именно так. Ну, в этом смысле можно сравнить тогда кота и нас, и нас, и лютена. Так я же постоянно только... Либо Игорь не понимает, что такое трансцендентно, понимаешь, что поэтому как бы так указывают. Либо я сказал, что как бы надо указывать разницу, либо это иммунитно, а если это иммунитно, значит это и нам доступно. Либо это трансцендентно, значит нам недоступно. Я же ещё раз говорю, простая логика. Господа, между котом и человеком нет различий между монетным и трансцендентным. Чего вы мне рассказываете? Нет, опыт у кота, у кота есть... С точки зрения кота, человек и его способности не будет чем-то трансцендентным. Они же за определённую нашу способность... За пределами, но при этом они не будут трансцендентны. А что надо трансцендентным называть? Тансцендентное то, что вообще не может быть никогда. Ну, Стас, ты правильно всё говоришь, не слушай его. Я не знаю, у него сегодня с философией что-то туго. Ты всё правильно сказал. Именно так. То, что за пределами твоего... Не просто твоего личного человеческого опыта, а человеческого опыта вообще является для нас трансцендентным. Это значит, что его нет. Но есть же, вот смотри, за пределами нашего опыта что-то же есть. То, что в принципе нам недоступно при коту. Что-то недоступно в принципе. Но оно же есть, мы же знаем об этом. Понимаешь? Это является для кота. Это трансцендентно, но для нас нет. Если... И так же остальное всё у нас встраивается. Всё относительно. Это кота, поэтому без яд. Подожди, поэтому трансцендентно есть. Поэтому если бы... А на него его нет, потому что... А если бы Кошак писал бы и критику чистого разума, то бы он назвал, способствовав, например, рассуждать, как у человека существует, а у Кошаками. Транцендент. Транцендентально. Он трансцендентально бы это назвал. Лучше бы, и в Канде, не вещи на герой. Ну, что позориться-то, я не знаю. Ну, а почему нет-то? Ну, в чём отличие критику чистого разума, да? Да. В чём отличие трансцендентного? Вот именно то, что трансцендентного у Канта как такового нет. То, что так находится, за пределами всякого вообще абсолютно возможного. А вещи в себе как познаются? Ну, вот они вещи в себе как-то вот так и познаются. Ну, как, как? Мне просто интересно. Да никак. Никак не познаются. Ну, так это... Понятие всякого возможного опыта. Понятие всякий возможный опыт, оно уже логически противоречиво. Нет. Это отрицание. Нет, это как бы отрицание то, что... Да, да. Поэтому ни одного нормального философа, трансцендентного как такового, нет. Вообще ни у кого. Значит, зачем вы, когда, если определять понятие трансцендентно с помощью логически противоречивого понятия... Я уже не буду даже возражать, пускай это на совесть этого юга останется. Просто трансцендентный ток присутствует у философа, да. Поскольку там я уже даже не знаю, откуда даже начать, да, чтобы сказать, у кого это присутствует. Это присутствует просто у всех. Потому что на самом деле в том и состоит суть. Что означает на самом деле показать переде... Это описать нашу познавательную способность. Это в частности показать ее границы. А что такое начертить границу? Это значит предположить, что вот есть по эту сторону границы, то есть и монетно, и по ту сторону, да. То есть на самом деле просто по любая познавательная задача, которая пытается исследовать наши познавательные возможности, да, вот в пределе, она упирается в эту границу, и она обязательно должна описывать это в тот смысле, что вот есть границы нашего познавания, как говорит КАК, да. И что-то лежит по эту сторону границы, а что-то лежит по ту сторону границы. И все, что лежит по ту сторону границы, и называется по определению. Это не мои какие-то изнышления, просто определение. По определению трансцендентное. Тогда Игорь, ты можешь мне легко было ответить, ведь то, что люденами становятся не все люди, да, Вит? Да. Только некоторые, непонятно почему. Поэтому для тех людей, которые не могут стать люденами, это трансцендентно. Причем, это уже говорили за пределами человечества… Для тех людей, которые остались людьми и не смогли стать люденами, люден трансцендентен в общем-то. Трансцендентный не субъективно. Это опять тоже самое, как описание человека, с точки зрения… Не люден трансцендентные, а возможности его трансцендентные, понимаешь? сразу сразу это приводит превосходности сатана Сатана не бесноватый, ведет он себя адекватно Хочет себя ведет адекватно, хочет себя адекватно Да, но это не зависит от их желания У него уже антихристианский мир Цель человека интереса в том, чтобы быть одержимым Горбовскому это помогает жить Потому что он может стать десами Изменить свои физиологические и качественные характеристики чрезвычайна Все это происходит в мире будущего, где много чего возможно Возможно его в Христу Там, по-моему, нет такого, что это цель человека Ну да, этого нет, это я проявляю Именно поэтому у Людена там и описано как достаточно отличное существо Да, такого как цели нет Но, по крайней мере, Горбовскому это помогает жить И вот это, так называемое, большое откровение Ему это помогает жить Он собрался со скуки умирать уже, ему скучно А потом, когда появились эти штуки Он открыл занавески на окнах И решил из этого жить Для них это, для них, вот это странным образом Для них это является неким новым, принципиально жизнеутверждающим Но на первом этапе Ну да Потом он опять становится скучным Ну, а ты ничего не сказал Там вообще не скоро просто Никогда не думал, что на таком уровне можно обсуждать что-либо вообще Но это же, Игорь, я извиняюсь, конечно, просто Но, как бы, тут просто, по-моему, просто нету слежания Чтобы вот так вот обсуждать Еще там входили какие-то подробности Что какой-то там, такой персонаж конкретный Для него это был жизнеутверждающий Ну, блин, ну, есть что обсуждать Почему? Почему нет-то? Да Я, конечно, все ругают с поводу Струкасских Что это литература для Монез Ну, в младшей ночи сотрудников, да? Ну, мы, конечно, до этого не доросли Мы, конечно, всегда можем обсуждать Потому что мы что-то не понимаем Такая гипотеза Это же всегда так бывает, что, когда считаешь что-то, тебе непонятно Ты думаешь, что либо ты придурок, либо писатель Да, это... Еще зависит от того, как у вас среди есть Сильнейшая социальная фантастика Придом самая сильная какая есть, вообще говоря Ну, это только чисто социальная И вот это социальная Социальная... Другой не знаю более сильной социальной фантастики Понятно Нет, просто если не знаешь, ты мне скажешь другую социальную фантастику А я фантастику не читаю Ну, они более слабые, чем струкасские Тем не менее, в отличии от струкасских попытались это воплотить в жизнь, а то сурганский так он и бегает под стол, как маленький ребенок, максимум, что там писается подгузник и все, а тут люди как конкретно решили поставить цель, как бы пофантазировали и им оплатили, это, по-моему, более фундаментальная фантастика, фантастика, в которой можно было бы участвовать, знаешь, как есть игровые эти всякие там фантазики в Нарнии и прочее, и тут ребята бы решили одни пролетариатом стать, другие, самым революционным классом решили стать, а другие решили, почему стать эксплуататой. Вождями это и прочее, да? Вождизм поиграли? Ну все, ну понятно, да, ну хорошо, да. Прогресса? Ну все дели в результате. Людеров.